Прямо сейчас настоящие новости важнее, чем когда-либо прежде. Поддержите честную альтернативную точку зрения. Ваша финансовая помощь будет способствовать возрождению журналистики и поможет защитить наши свободы для будущих поколений. Стокката по штатам и это шестой выпуск. Сегодня я подготовила для вас только позитивные новости. Год тигра, не особенно удачливый для республиканцев, впрочем, как и для всех жителей планеты Земля, заканчивается на удивление громкими разоблачениями и даже кое-каким восстановлением справедливости. Ну вот смотрите сами. Победа в процессе, вывод на чистую воду заговорщиков с твиттера, решение Кирстен Синема покинуть демпартию. А вот вам еще один позитивчик. 12 декабря на Багамах был взят под стражу Сэм Бэнкман Фрид, бывший CEO FTX, организатор и вдохновитель криптовалютной пирамиды, разоривший тысячи людей и недавно объявивший себя панкротом. Преступная схема заключалась в отмывании денег на Украине, а затем эти деньги мощным потоком шли назад в США на счета демократической партии и кандидатам, баллотировавшимся на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс. Как говорится, все для фронта, все для победы. Для победы своей партии добавим мы. Сэм не жалел средств на это благородное дело. Тем более, что жертвовал он не свои кровные, а чужие деньги. Офис генпрокурора Багам сообщил, что арест Бэнкмана последовал после обращения властей США о возбуждении в отношении Бэнкмана уголовного расследования и запроса об его экстрадиции в Америку. Республиканка Луана Столпенберг из Айовы стала еще одной конгресс-вумен Палаты представителей. Поздравляем! Она проигрывала демократу Куперу, но разрыв был минимальным, всего 11 голосов, потому было принято решение провести ручной пересчет. Он и определил победу Луаны. А для нас эта история еще одно подтверждение преимущества подсчетов голосов вручную. Королевство кривых зеркал, так называемое Министерство юстиции под управлением злобного Гарланда, потерпело очередное поражение. Ручной генпрокурор все никак не уймется по поводу документов, увезенных Трампом в его поместье Маралага. Мы знаем, что в августе по его распоряжению был проведен нелепый обыск со взломом, так ничего и не давший. Но даже этого лакею Байдена оказалось мало, и он решил обвинить Трампа теперь уже в неуважении к суду, в нежелании сотрудничать. Но завершить свое черное дело самостоятельно он не смог, а потому запросил помощи у окружного судьи Беррил Хауэр. Только она, надо сказать, что это Беррил, в 17-м году прекрасно работала над досье Мюллера. Но даже она, не гнушавшаяся вот этим делом, на этот раз отказалась сотрудничать, видать, дело совсем липовое, и судья Беррил попросила генпрокурора по пустякам ее не беспокоить, а порешать вопросы вместе с командой Трампа. Так что и этот очередной крестовый поход по делу о незаконном, так называемом незаконном владении, предполагаемых суперсекретных, суперсекретных документов для Гарланда, этой пародии на законника из Королевства Кривых Зеркал, с позором провалился. Думаю, что и поставленному им же для острастки Трампа прокуратору Смиту в деле о бумагах из Мар-А-Лага ловить нечего. От слова совсем. Высокопоставленный офицер ФБР Стивен Дантуона сообщил о своей отставке. Что вдруг? По странному совпадению произошло это прямо после письма будущего главы юридического комитета 118-го конгресса, республиканского конгресса, а руководителем тем комитетом будет Джим Джордан. Так вот, он разослал, отослал письмо, послал письмо бесславному боссу, дискредитировавшей себя конторой ФБР, а босс этот Кристофер Рей, мы все знаем. В этом письме были указаны имена восьми высших чинов ФБР, которым велено будет вскоре предстать перед комитетом и отчитаться. Имя Дантуона тоже там значилось. Числившийся до отставки ассистентом-директором Вашингтонской конторы ФБР, Стивен прежде отметился, тогда он работал в той же должности, но в Дейтроте, так вот он отместился своим участием в последствии развалившемся деле о коварном заговоре с целью украсть губернаторшу Мичигана Гретхен, за что и был с повышением переведен Вашингтон. Там ему поручили уже расследование дел самого Хантера Байдена, что вообще-то было нарушением внутреннего протокола. Он же одобрил участие одного из его агентов в позорном обыске в Мар-Алаго. В общем, после письма Джордана, почуяв, что по нему звонит колокол, Дантуона и решил убраться по добру, по здорову после 26 лет работы в ФБР. Ну, чтобы избежать слушаний в Конгрессе, где надо будет давать показания уже под присягой. Потерявшая доверие народа контора ФБР и ее представители с легкостью приступают законы и рушат жизни людей. Но отвечать за свои преступления они не готовы. И Дантуона не исключение. Предстанет ли он перед членами Конгресса уже в качестве частного лица, пока неизвестно. Но очень не хотелось бы, чтобы этот негодяй ушел от заслуженного наказания. Мы внимательно следим за траншами имейлов от Илона Маска, раскрывающего нам историю Твиттергейта, о том, как в связке в ФБР, Демократический национальный комитет и Департамент нацбезопасности стряпали совместно с левозаточенными представителями коллектива Твиттера историю госпереворота. Сначала, заметя под сукно историю с лэптопом Хантера, потом банив, закрывая аккаунты представителей республиканской власти, а потом уже аккаунт и самого бывшего, причем тогда у власти 45-го президента Трампа. Один из твитов Маска гласит Твиттер – социальная площадка и одновременно место преступления. А вот четвертый транш повествует о том, как в закулисье превращали Трампа в опасного монстра, чтобы закрыть его аккаунт. К этому делу приложила руку, ну, кто бы вы думали? Сама бывшая первая леди Мишель Обама, которая того и гляди объявит о вступлении в президентскую гонку 20-24. Вот тогда мы ей это и припомним. А вот вчера Маск озвучил свое отношение к главному ученому Белого дома, заявив коротко и ясно судить Фаучи и пообещал, что следующий транш будет посвящен тому, как ковалась пропаганда ковидлы и фоксации, и как происходило глушение аккаунтов настоящих врачей, пытавшихся донести правду о происхождении вируса и о самой этой вакцине, содержащей mRNA, и превращении учеными твитера в кавычках честной информации в дезинформацию. Мы еще много чего услышим от Илона Маска. Он обещает открыть всю правду, которая была от нас скрыта. А я предлагаю новое лого. И да простит меня великий Фредди Меркури «Show mask! Show mask! Go on!» Прямо сейчас настоящие новости важнее, чем когда-либо прежде. Поддержите честную альтернативную точку зрения. Ваша финансовая помощь будет способствовать возрождению журналистики и поможет защитить наши свободы для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова